Любимые, всем привет! Вы с Аленой и сегодня мы с вами говорим на тему страх заболеть. Вот страх заболеть каким-то заболеванием, вот что-то такое заболеть, так заболеть, что просто просто не встать. Друзья, вот если есть у вас какая-то такая некая штука, которая называется кризис невротический, он проявляется по-разному. Панические атаки, болезненность какая-то, вот такие вот стрессовые состояния. Как на это все обращать свое внимание или не обращать свое внимание? Я бы сказала, что если вы хотите справиться с такой историей, как страх заболеть какой-то историей, важно для себя понять, что все мы умрем, все мы разложимся, все у нас будет прекрасно, но когда-то. Если я сейчас фокусируюсь на этом страхе, то я отдаляю то, куда я могу поступить, что я могу сделать, куда я могу пойти, чего мне не хватает. Если я понимаю, что мне не хватает движения, общения, внимания, то я впадаю в какие-то интересные моменты, друзья. Интересные моменты. И для того, чтобы эти моменты были, ну, просто безопасными для себя, я выбираю всегда, всегда, друзья, оставаться в контакте с собой. Если чувствую, что мне как-то не по душе, я пойду пройдусь. Если я чувствую, что мне надо поспать, я посплю. Если я чувствую, что мне надо что-то сделать, я сделаю. Но как только я ловлю себя на мысли, что я когда-то умру, я боюсь заболеть, я боюсь сделать, то это я себя отдаляю настолько от реальности, насколько это возможно. Вы на канале с Аленой, пишите комментарии, и здесь мы говорим о самом главном. Сегодня в нашей рубрике с вами страх болезни. Он еще проявляется под триггером различных, различных состояний, заболеваний, тревог и других моментов, которые влияют на то, как вы функционируете, что вы делаете, какую информацию вы производите и, собственно говоря, как вы создаете свою жизнь. Если у вас есть страх заболеть, обязательно начните делать то, что вы откладывали. Замужество, женитьбу, смену профессии. Обязательно сделайте это, потому что именно страх вас отдаляет, именно отдаляет от того, что вы хотите сделать.